Привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня не я главная на моей кухне, сегодня на моей кухне главная моя полная тезка Соня Толочинская. Только я тетя, а она племянница. Знакомьтесь, я уже вообще подумала, что может быть мне пройтись по родственникам нашей большой еврейской семьи. Каждый что-то приготовит. Я думаю, что рецептов, наверное, на год хватит на канале. Сегодня что? Сегодня будем делать суши. Дело в том, что я совершенно случайно выяснила, что вот этот вот ребенок совершенно шикарно делает суши. Спасибо. Вкусно-вкусно. Мне очень понравилось, я и доверяю. Сказала, что я теперь суши делать не умею, поэтому сегодня главная на кухне Соня. Софья Михайловна, как нас разделять-то? Я Владимировна, ты Михайловна. Ну, так и будем, да, Софья Михайловна, ты у нас сегодня главное. Что делаем? Что? У нас здесь рис. Суши начинаются с риса. Мы сделали 2 стакана риса. Риса для суши, ребят, давай покажем. Я покажу пачку, продается, прям на пачке написано рис для суши, покупаем его. Сделали 2 стакана риса, промыли очень хорошо. И будем его готовить. Надо маленький кастрюля, маленькая кастрюля. Как она классно говорит по-русски, правда? Да, я извиняюсь за мой русский. Чуть-чуть нам нужно будет масла, мамаш капельку, так, даже, чтобы не было... Не было даже видно, да, что оно есть? Да, почти, чтобы нет. Ну, намек. Да, у нас один стакан риса, два стакана воды. И готовим примерно 15-20 минут. То есть кастрюля, 4 стакана воды, рис и чуть-чуть масла. Да, и все. На маленький огонь. На маленький огонь. И забываем об этом, 20 минут отдыхаем. Чуть-чуть. Ты какими стаканами вообще умерила? Я знаю, какими. Да, вот этим. Совсем чуть-чуть масла, его практически не видно в кастрюле. И один к двум. Наливаем водичку. На одну часть риса, две части воды. Вот мы залили воду, это примерно 2,5-2 сантиметра выше риса. Да, мы сейчас закрываем и забываем на минут 15-20. Нам надо дождаться, чтобы вся вода ушла от риса, и чтобы она чуть-чуть скомкалась. Чтобы не были единицы риса, а было все в комок. И вот у нас рис готов. 20 минут мы подождали. Он стал у нас таким пухлый. Пухлый. Набух. Набух. И достаточно липкий. Да, и достаточно липкий. Мы сейчас... У нас рис закончился. Закончился. Не закончился, сварился. Сварился, извиняюсь. Мы сейчас закрываем. Газ выключаем. И у нас, смотри, плитка электрическая, она все равно греет, поэтому мы сразу снимаем. Мы сейчас поставим полотенце, закроем еще на 5 минут, чтобы рис у нас скомскался хорошо, вся вода впиталась. Если что-то осталось, все впитается. И дальше уже открываем и оставим остывать. Да. Куда-то на какое-то блюдо выложим. Да, лучше, чтобы это, потому что быстро... Окей. Значит, еще на 5 минут не составляем, а мы тем временем нарежем начинку. Знаете, что нам нужно для суши? У нас есть рыба. Свежую рыбу мы не используем, потому что, ну, если бы у меня был муж рыбак, например, или вот у Соньки муж рыбак, и он бы принес нам свежую рыбу, то мы, конечно, использовали ее. Мы покупаем как бы свежую. И, естественно, я ее подсолила для суши. Ну, это наш домашний вариант, чтобы все было гарантированно хорошо. Правда? Посолила. Как засолить рыбку, у меня есть на канале рецепт, вот здесь будет ссылочка, и в описании напишу. Ее я нарезаю полосками. А Соня тем временем будет подготавливать огурцы, наверное, да? Да, с удовольствием. Морковочку. Продается вот такая штучка. Давай ее поближе покажем. Она режет у нас стельками. Я сейчас покажу. Давай, показывай. Так, и она уже порезала нам на стельки. Стельки, это правильно сказать? Ну, можно, полоски. Полосочки, да. И вот так мы берем огурчик. Мы снимаем только жесткую часть огурчика, чтобы до семян не доходим, чтобы это все хрустело. И этой штукой мы делаем огурцы и морковь, правильно? И морковь, да. Все. У нас есть еще ирит. Это такой тоненький-тоненький зеленый лук. Но если у вас нет ирита, возьмите просто зеленый лук. Если очень толстый вдоль, нарежьте, будет тоже вкусно. Он у нас продается чистый уже. Мыть его не надо. Это для тех, кто все время ругается, что мы что-то там не моем. Еще авокадо. Может, хватит морковки? Хватит. Все тоненькими полосочками, знаете, как у нас настругано. Авокадо мы режем напополам. Открываем его. Он очень у нас красивый. Спелый, красивый авокадо. Посмотрите, какая красота. Масляный. Да, берем ложечку. Вот так. И просто вынимаем. Вынимаем его. Красиво у нас. А нарезать его не надо, чтобы потом выкладывать. И сейчас мы его нарежем тоже на дольки. С соломкой. На соломкой. Отлично. Пока она нарезает авокадо, я вам скажу, что я была сегодня в магазине и купила такую в отделе для азиатской кухни. Есть маринованная тыква. Мариновая. Маринованная. Вот такой пакетик с маринованной тыквой. Мы очень любим. Может быть, ее как-то можно мариновать и самостоятельно, но не вижу особого смысла. Просто вот пакетик возьму и использую уже готовую. Вкус у нее чуть-чуть сладкий, сразу говорю. Ну да, сладковатая такая. Сыр Филадельфия, да, для суши? Филадельфия. Везде продается. Продается везде. И, кстати, как замена, сегодня нам не удалось купить, можете использовать крем-чиз. Продается такой крем-чиз, так и называется, в брусочках. Тоже очень удобно и очень вкусно. Ну что, пять минут прошло. Мы шустро все нашинковали. Вываливаем? Вываливаем. Я тебе помогу. Тетя, я тебе или где? Рис липкий, хороший. Рис липкий, какой-то должен быть. Две опции. Или положить мирин, он чуть-чуть сладкий, кислый. Или есть опция только на кислое, и это будет... Уксус рисовый. Уксус рисовый. Хометс Овес. Продаются они тоже везде. Я делаю на глаз, да. Ну, на любителя, кто любит больше, тогда чуть-чуть побольше. На два стакана риса примерно две-три ложки. Столовые. Столовые мирина. Я сейчас чуть-чуть так на глаз. Мы любим побольше. Честно скажу, мы любим побольше. И очень удобно вот палочками это все сразу перемешать, чтобы мирин там у нас распределился. Я влезла, потому что Софья Михайловна... Русский у меня такой. Выросла в Израиле. Тебя в два годика сюда привезли, да? Да, вообще. Но говорит по-русски, слава богу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Хорошо говоришь. Ничего подобного. Ничего, все нормально. Мы с ней встречаемся. Я учу иврит, она учит русский. И у нас полная гармония. Ждем, когда немного остынет рис, и будем сворачивать роллы. Начнем. Рис. Распределяем рис по всему нуре. Очень важно, чтобы рис у нас был холодный, не горячий или теплый, потому что у нас нуре очень нежные, и они просто расплавлятся. И станут очень-очень некрасивыми. Черные и некрасивые. Так, все распределяем красиво. Говори, как тебе нравится. Да, я хочу рыбу, я хочу авокадо. Ирит и огурец. Ирит. Обожаю. Ирит и огурец. Ура! Это будет мой. С удовольствием. Берем снизу и закручиваем. Оп. Открываем чуть-чуть. И опять. Оп. Берем чуть-чуть водички и закрываем наш нуре. Оп. Вот у нас очень красивый роль. Супер. Начинаем ставить начинку. Каждый, как он любит, что он любит. Если мы любим бацалья лук, это зеленый лук. 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 Да. Зеленый лук. Мы его ставим посередине нашего, даже не посередине, на треть нашего риса. Именно на рисе. Вот так. Чтобы здесь не оставлять кончики, я беру наполовинку и вот так сделаю. Чтобы у нас весь нуре был забит. Я возьму сейчас тоже. Мы любим морковочку. Морковочку возьму. Вот так. Каждый так, как он любит. Ну, тоже сильно много не надо. А то вы не сможете его завернуть. У нас сейчас будет. Овощной будет, да? Да, овощной. Сейчас без этого. Без соломона. Каждый может соломон, туну. С банки это тоже хорошо. Можно и именно туну купить. Это уже зависит только от вас. Каждый то, что он любит. Я поясню зрителям. Туна это только в Израиле. Туна это консервированный тунец. Получилась у нас красота. И мы начинаем сейчас закручивать. Закручиваем мы вот так. Берем наши большие пальцы. Под коврик. Под коврик чуть-чуть. Берем наши остальные пальцы. И к себе чуть-чуть, не сильно. Как сказать? Предвигаем. Предвигаем. И начинаем поднимать наши большие пальцы на закрут. Мы вот закрутили один раз. Я закрутила. Поднимаю. Беру то же самое делаю. У меня большие пальцы на коврике. Остальные пальцы на самой Нури. И еще одна закрутка. Сейчас мы возьмем чуть-чуть, помочим ручки, чтобы у нас Нури хорошо закрылась. Мы мочим ручки и мочим чуть-чуть Нури. И делаем опять то же самое. Вот так. Оп. И у нас все получилось. Всегда надо еще чуть-чуть. Каждый то, что он любит. Вы можете сделать, если вы хотите, кубик. Суши-кубик. Я просто чуть-чуть надавлю. Как? Кубик. Очень важно, чтобы не осталось у нас лишнего. Можно его забить рисом, если вы любите опять же рис. Если нет, то просто вот так внутрь засунуть. И у нас получилась очень красивая роль. Смотрите, когда коврик у вас в чистом виде, есть некоторая проблема. Рисинки попадают в этот коврик. Их очень тяжело отмывать. Мы забыли сразу завернуть. Так старались, так старались. Сейчас мы вам покажем, как можно от этого избавиться и сохранить коврики. Берем пищевую пленку и ставим сначала с торца. То есть нужно вертикально поставить коврик вот этими палочками на пищевую пленку. Теперь держи. Соня придерживает. Я раскручиваю. И вот таким образом мы закрыли коврик. Сейчас какой-то нож возьмем. Все, теперь рис между вот этими вот палочками не пройдет. Враг не пройдет. Потому что дело в том, что мы хотим показать вам инсайдаут. То есть это ролл, который рисом наружу. И тогда этот коврик будет отмыть вообще очень тяжело. Очень тяжело. Давай начнем. Начнем. Берем мы опять Нури. Это называется инсайдаут. Нам надо его отрезать. Берем мы примерно треть. Треть, четверть. Это треть. Треть отрываем. Отреваем мы треть. Вот так я его сделала. И отрываю. Так. Осторожненько. Легко достаточно. Да. Осторожненько отрываем. У нас получились две части. Это не выбрасывайте. Я потом расскажу, что с этим делать. Я съесть хотела. Ну, пожалуйста. Есть еще много чего можно с этим сделать. Ну, хорошо. Делать будем со следующим. Да. Берем то же самое. Делаем. Ручки мочим. И сейчас мы все-все-все закрываем рисом. И мы его сейчас переворачиваем. Какой у нас красивый Нури. И заворачиваем. Опять. Большие у нас сзади. Эти к нам. И один. Вот так. Я не... Не прилагаю больших усилий. Да. Вообще. Вот так. Очень легко. Раз. Два. У нас очень красивый ролик получился. Я снова его чуть-чуть придавлю. Кончики закрою. Красота. Inside out. Окей. Сэндвич. Делаем сэндвич. Для сэндвича нам тоже его... Нури надо порезать. И мы режем его напополам. Возьмем половинку. Положим ему... Не забывайте, что у нас шершавое к нам лицом. И делаем вот так. Делаем как inside out. Весь-весь-весь в рисе. Весь у нас нори в рисе мы его переворачиваем. И сейчас момент. Берем чуть-чуть рис. И делаем пальчики. Пальчики риса. Такие небольшие. Я вот чуть-чуть отобрала. И примерно наполовинку. Даже чуть-чуть меньше. Бортики делаем. Да, бортики. Один. Сюда. Вот именно... У нас получился кубик. Если вот так с пальчиком. Вот в этот кубик мы сейчас положим все, что нам хочется. Вот так у нас вышло. Мы положили все, что нам нравится. Сейчас будем закрывать. Да. Берем. И просто вот так закрываем. Закрыто у нас все. Да. Но нам надо его закрепить. У нас открыт... Ну, закрытие вот здесь находится. Выше, чем мы. Не к нам, а от нас. Берем его сейчас вот сюда. В крайний правый. От нас, да. И закрываем его. И чуть-чуть придавливаем. Чуть-чуть. Мамаш, легонечко. Придавливаем. Пальцы у меня тоже чуть-чуть давят. И я беру вторую руку и придавливаю в сторону. По сути, приплющиваем, делаем, придаем форму. Да. И делаем это со всех сторон. Вот такой сэндвич у нас получился. Друзья, те три формы, такие самые популярные, которые мы хотели показать, мы вам сегодня показали. Если вы хотите что-то еще, хотите посмотреть, как делать жареные роллы, тоже можно. Суши, как делаются. Как вот это называется в конвертике, когда? Эконус. Эконус. Как в конус. Еще есть масса вариантов. Если эта тема вам интересна, пишите в комментариях. Сонька ко мне, Софья Михайловна ко мне еще разок придет. С удовольствием. Да, а мы пока добьем тот рис, который у нас остался, и будем нарезать. Нож. Нож должен быть по-большому, если есть, длинный и очень шарп, острый. Нам надо его помочить. Можно ручкой, только так осторожно, чтобы... Я тебя предупреждаю, нож у меня очень острый. Это хорошо. Мы делаем один разрез. Мамаш. Берем и такие красивые суши. Оп. Вот так. Очень красиво вышло. Если вы видите, что у нас нож застроет чуть-чуть и не разрезает очень хорошо, это опять помочить и дальше резать. Для красоты мы можем украсить или сумсум, это кунжут белый, или черный кунжут, или кецах. Кецах я на русском не знаю. Я, честно говоря, тоже не знаю. Это черненький тоже. Выглядит как кунжут, только черный. Мы вот так посыпем его красиво на inside out. И вот такой у нас красивый выходит. Оп. 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 Сэндвич режем. Оп. Что ж, друзья. Друзья, у меня сегодня праздник, приехала Софья Михайловна Толочинская, полная моя тезка, племянница, прошу любить и жаловать, накрутила мне суши, заодно сделала мастер-класс для вас, мы, собственно говоря, будем даже не пробовать, а наслаждаться, а будем есть, да, приятного аппетита. Всегда выигрышный вариант, не забудьте взять соевый соус, васаби, в общем, все, что нужно, я думаю, что дальше никому не надо объяснять, с чем это едят. Супер, очень-очень вкусно, красивые суши, васаби, ну-ну, васаби, ни один ковид не пройдет, друзья мои, готовьте, готовьте с удовольствием, я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам интересно, полезно, чему-то вы смогли научиться, если интересует продолжение, ну, пишите, мы это сделаем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok